Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но мы всегда будем помнить, как 1418 дней и ночей наш народ приближал этот день, День Победы! 78-ю годовщину Победы в Одинцовском округе отметили праздничными тематическими концертами. Как всегда, этот день объединил эпохи и поколения, чтобы наполнить сердца людей благодарной памятью о Великой Дате. Безусловно, у нас сегодня большой праздник, как и в форме торжественного концерта, который мы здесь организовали и будем проводить, так и в душе. Потому что это действительно, наверное, поистине самый важный праздник, который есть у нашей страны, вообще, в принципе, у стран, как бы это ни прозвучало, постсоветского пространства. В Доме культуры Солнечной звучали известные произведения военных лет в исполнении профессиональных музыкантов и лучших творческих коллективов округа. Хор русской песни «Околица», мужской состав которого состоит преимущественно из ветеранов боевых действий, спел проникновенную песню «Ах, поле, поле». Мы ее, когда услышали, предложили нам к ее исполнению, она так запала в душу, потому что сейчас появляются уже новые песни про войну, про те события. И поэтому такое легкое звучание, такие превосходные слова легкие. И поэтому мы очень серьезно к этой песне подошли, и она всем просто очень нравится. В культурно-досуговом центре Барвиха юные участники исполняли фронтовые песни не по-детски серьезно и осмысленно. А всем знакомые мелодии зал подпевал хором. Школьники с удовольствием участвуют в таких памятных концертах, знают и чтят историю своей страны. Потому что мне нравятся праздники, в которых можно вспомнить тех, кто защищал нашу страну и которые отдали свои жизни, чтобы она победила. Одну из песен вокально-инструментальный ансамбль Барвиха посвятил бойцам СВО, которые сегодня, как и наши деды, в годы Великой Отечественной войны защищают свою родину. А завершился праздничный день красочным салютом на площадке парка «Патриот» у главного храма Вооруженных сил России. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok